Всем большой привет! Вы на канале На Кухню Цыганочки. Сегодня готовлю вкусное, простое блюдо. Оно у меня будет постное. Но для тех, кто не соблюдает пост, можете использовать как такой комбинированный гарнир к мясу или к рыбе. Это очень вкусно. Беру одну луковицу, она у меня не крупная, и ее нарезаю. Нарезать можете произвольно, как вам больше нравится. Крупно-мелко. Также у меня не крупная морковочка. Я ее сейчас натру на терке. В разогретый сотейник или казан, или можете взять какую-то глубокую сковородку, разогреваем ее и вливаем подсолнечное масло, примерно ложечек 5-6 столовых. Отправляем сюда морковь с луком. Сильно жарить не нужно, немножечко только будем обжаривать. Минуты 2-3. Поджариваться, смотрите, видите, масло от моркови стало желтое, значит, уже можно сюда отправлять томатную пасту или кетчуп. Я взяла кетчуп, у меня здесь 1 столовая ложка. Можете заменить томатной пастой или не добавлять вообще. Ну так вкуснее. Обжариваем одну минутку. Она даст вкус и цвет блюду. Далее отправляю сюда квашеную капусту. У меня здесь полкилограмма. Я ее не промывала. Она у меня не слишком соленая, не слишком кислая. Если капуста очень кислая, то ее нужно промыть и отжать от воды. Лишняя жидкость тоже здесь не нужна. Даем обжариться 2-3 минутки, прогреться. Теперь отправляем сюда рис. У меня не полный стакан, примерно 150 грамм. Его нужно промыть. У меня рис промытый. Пол чайной ложечки паприки для цвета, для вкуса. Немного черного молотого перца. Также все приправы по вкусу. Можете добавить кориандр, тмин. Подходит к этому гарниру прекрасно. Перемешиваем это все. И даем также пару минут рису прогреться. Вливаю холодную воду 300 миллилитров. Так как риса я взяла 150 грамм, один к двум добавляю. Значит воды 300 миллилитров. Еще потом посмотрим, недостаточно, можно добавить. Также отправляю сюда чесночок, пару зубчиков. Накрываю крышкой и даю хорошо закипеть. Оно должно прокипеть примерно минут 5. Прошло 5 минут. Посмотрите, рис уже взобрал много воды. Теперь уменьшаем огонь. Делаем на минимум. Самый маленький, какой у вас есть. Снова накрываю крышкой. Не перемешиваю, не трогаю. И готовлю так до готовности риса примерно минут 20. В процессе приготовления, смотрите, если воды будет маловато, можно немножко добавить. И также, возможно, будет попробовать на соль. Если нужно, можно добавить немного соли. У меня рис с капустой готов. Я его отключаю и посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, жидкости уже нету. Она вся выпарилась. Но я пока рис с капустой не перемешиваю, не трогаю его. Попробуйте на соль. Если нужно, добавьте немножко соли. И так как готовим с квашеной капустой, бывает, получается чрезмерно кисло. Если капуста была очень кислой, тогда добавьте немножечко сахарку с пол чайной ложечки. Это нейтрализует вот эту вот всю кислоту. Снова накрываю крышкой. Дам блюду отдохнуть примерно 10-15 минут. Пусть постоит и можно подавать на стол. Блюда с рисом или просто готовлю рис. Накрываю вот так вот полотенцем хлопчатобумажным. Когда оставляю отдыхать, вся влага впитывается и рис становится рассыпчатый. Так что я вам советую такой способ. Можно взять и бумажные полотенца. Посмотрите, какая красота получилась. Аппетитно выглядит. Рис не превратился в кашу. Приготовьте обязательно. Это очень вкусно. Оно разнообразит ваше постное меню. Присыпаю все это петрушкой для вкуса, для красоты. Друзья мои, приготовьте такое простое, бюджетное и вкусное блюдо. Подавайте как гарнир или как самостоятельное блюдо. Здесь уже выбирать вам. Все простое, всегда самое вкусное. Всем приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья вам. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. А впереди у нас будет еще очень много вкусных видео. Пишите комментарии, как относитесь к такому блюду. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока.